Хей, привет! Решила усесться и подвести с вами итоги марта. Да, каждый раз я забываю, какой месяц, и, ну, мне кажется, это нормально. Вот, благодаря итогам хотя бы как-то удается вспомнить. У меня тут водичка, я на самом деле как-то не очень себя чувствую. Мне кажется, я начинаю заболевать, хотя я не знаю, заболевая или нет. И вообще как-то надо усесться поудобней. Короче, странное состояние. Я вчера хотела очень продуктивным сделать свой день, насыщенным. И такая вся воодушевленная проснулась вообще в отвратительном состоянии. Мне снилось, что у меня температура, что мне плохо. И я, короче, не кокосы. Думаю, ну, надо же, дела-то все равно поделать и вообще потихонечку вливаться. Потому что предыдущий месяц он был очень странный, наполнен какими-то вообще непонятными эмоциями. Я и у бабули тусила. И, короче, опять у Анечки место свое рабочее организовывала. То есть вот я как-то туда-сюда и понимала, что продуктивности как таковой не будет. Но, знаете, как-то месяц сложился хорошо, потому что он был наполнен приятными эмоциями, классными поездками, тусичами. И я даже сама удивилась, как это все в марте получилось. И, как всегда, по традиции я тут всякие списочки составляю. И давайте начнем с арта, с моих творческих всяких художественных дел. На самом деле, было очень продуктивно в плане моей отдачи, потому что у меня было много консультаций и индивидуальных уроков. И они были очень классные. Я прям вот, ну, мне кажется, это меня держало на плаву в каком-то смысле. Не хочу, конечно, сказать, что я в каком-то прям днище или еще чем-то. Ну, не совсем в своем режиме. Но вот когда отдаешь, когда помогаешь людям и видишь у них результаты, вот твои помощи, это, конечно, что-то с чем-то. И это прям вот действительно держит меня в каком-то таком очень приятном тонусном состоянии. Что еще у нас было? Очень много мыслей по поводу студии, потому что сейчас у меня нет возможности творить живыми материалами, как бы мне хотелось. Поэтому я много думала про студию. Я составила ТЗ. Вот если вы хотите, кстати, думайте про какое-то свое художественное пространство или вообще какое-то пространство, реально сядьте и составьте прям список того, что вам нужно от помещения. Если помните, перед этим я составляла список вообще плюсов и минусов студии. И в минусах у меня были исключительно мои страхи. И я поняла, что нет, надо двигаться в этом направлении. Ну и вот месяц прошел, я мониторила ЦИАН, смотрела, что там. И мне стало намного легче, потому что раньше мне казалось, все каких-то запредельных денег стоит. Но на самом деле можно найти что-то подходящее. Тут вопрос в поиске. И, собственно, как и с жильем, потому что у меня пока никак ничего не движется. Я вроде решила подзабить. Потом вроде в какой-то момент вынырнула. И потом был жесткий обломчик один. Очень хорошего одного варианта. Но как бы об этом не будем. Вот. И еще я была в гостях у подруги, которая сняли офигительные вообще, ну не партаменты, а там вот, ну, очень большая квартира, классная на 19 этаже. И расположение такое, там, вид на парк. Я такая, вот, короче, очень рада за них. И думаю, Катя, типа, а почему твое жилье еще не пришло? Ладно, значит, не это, не мое время пока. По поводу студии буду дальше думать. И вот у меня очень, конечно, приятные в этом плане эмоции, потому что, ну, это действительно мне необходимо. Поэтому работать над этим будем. Дальше у нас что было? О, был такой очень классный, интересный момент. Мне позвонили из союза художников Ирида, в котором я состояла. Но в какой-то момент, когда родилась Дашен, я как-то подзабила. Было не до этого. И вообще мне надоело. И тут я думаю, а надо как-то, наверное, опять влиться в этот процесс. И опять я забила. Вот. Тоже тут мысли у меня непонятные. Вроде это полезная штука, она в плане выставок каких-то движей. Но я боюсь, что это будет очень много времени отнимать. А я не тот человек, который любит вот вписываться во что-то. Да-да-да, давайте. А потом сливаться. То есть вот я лучше заранее проработаю все ходы. И вот понимаю, что, наверное, я не смогу дать этому союзу столько, сколько мне бы хотелось. И, в общем, короче, пока я на это дело забила, думаю, не буду я опять в это вливаться. Потому что нужны же, во-первых, картины, нужно их создавать. А я пока, знаете, только на планшетике рисую. Кстати, рисовала я очень немало паттернов. 10 паттернов я загрузила на Паттернбанк. И у меня, как всегда, мой чек-лист. Я каждый месяц завожу себе новый чек-лист, где веду учет того, что я наснимала, что я нарисовала, и каких-то других своих штук из тех целей вообще, которые поставила на год. И удивляюсь... Хотя нет, не удивляюсь тому, как этот лист трансформируется, потому что раньше там были всякие подшиты калорий, бег, еще что-то. Я понимаю, что жизнь, она настолько вообще динамична, и так может все меняться. Поэтому какие-то такие вот строгие рамки, вот какие-то списки, они должны быть, чтобы иметь вектор, чтобы заряжаться. Тем более, если вас это мотивирует и держит в каком-то рабочем тонусе, это круто. Но надо также легко относиться к тому, что какие-то планы могут трансформироваться. И в этом месяце я еще раз в этом убедилась. И очень рада, что я как-то правильно и мягко это воспринимаю. Уже говорила, что я туда-сюда в этом плане... В этом плане все туда-сюда ездила, ходила работать, значит, где только не приходилось. И тоже нормально это пережила. Все, сейчас наконец-то у Анечки все рабочее пространство оборудовано. И как-то уже все это полегче. Еще был интересный такой момент для меня с Шаттерстоком. Точнее, как интересно. Я начала туда грузить. Я нарисовала 7 иллюстраций, фэшн-раскрасок, видеопроцесс будет или в ближайшие дни на канале. И я такая думаю, надо загрузить их. У меня вообще уже готов набор. Там где-то 60 иллюстраций, по-моему, есть. Или 40, не помню. Ну, больше 5, наверное, больше 40, да. И надо его как-то оформить и на Креатив Маркет закинуть, потому что Креатив Маркет ждет. И я как-то, ой, подзабила на него. Я даже не записала его, кстати, в свой чек-лист. Да, это отстой. Короче, грузанула на Шаттер. Это такая ностальгия, потому что в этом году я сюда ничего не грузила. И делать релизы, это прям вообще... Я такая сижу, думаю, господи, сколько я времени тратила вообще на Шаттер раньше. Ну, я не говорю, что это было плохо, это было хорошо. Но надо как-то делать побольше картинок тоже, чтобы выпускать их в мир. И также я начала рисовать сет Fashion на iPad. Случайно удалила один готовый. Причем он был очень классный. Я так была им довольна и удалила его. Короче, ладно, проехали. Ничего, нарисуется. Надо теперь только собраться, потому что часто бывает, когда я что-то делаю, и оно слетает. Потом тяжело настроиться. Но всегда практика показывает, что второй вариант, который ты делаешь, он намного круче, чем первый. Это и с монтажом роликов. И вот когда я записывала что-то, я уже, знаете, собаку на этом съела. Так, это проходит лицензию, цензуру. Про собак же съеденных можно что-то говорить. Что еще? Создала я сообщество ВКонтакте. Я хотела записать отдельное видео на эту тему. Не знаю, буду или нет. Короче, я решила опулять туда просто подборки разных картинок, того, что меня вдохновляет, потому что зависаю на Пинтересте часто, а куда-то хочется это все девать. И я понимаю, что я Пинтерест редко потом просматриваю. То есть, делаю, да, какие-то подборки. Но вот скажите, вы на Пинтересте тоже потом просматриваете часто все, что вам нужно. Конечно, какие-то доски у меня прям там рабочие. Например, для каналов с уроками, всякие вдохновляшки. Я регулярно туда залезаю, чтобы почерпнуть какие-то идеи для новых уроков. Но остальные там какие-то вот просто красивые. Какие-то вообще уже надо все поудалять, почистить. И вообще, правда, надо почистить, потому что это тоже такое информационное пространство. Это все равно, что вещи свои разбирать там на столе, всяких комодах. Это тоже все надо учитывать. Это тоже такой хлам некий, который может грузить. И вот сообщество, я решила, будет очень классным для меня, чтобы, во-первых, делиться классными какими-то картинками. Я не ставила себе никаких четких целей. Будет там что-то, типа, касается живописи или интерьеров, или Инстаграма. Я решила, что там будет все. Все. Просто это будет такая очень качественная сборная солянка, и которая в первую очередь для меня. Я ссылочку оставлю на группу. Если хотите, подписывайтесь. Можете какие-то свои классные подборки предлагать, если не быть классными. Мне отзываться. Я с удовольствием опубликую их. Ну и по поводу творчества. В целом, какое-то у меня такое состояние. Про него уже говорила, что хочется чего-то новенького. И, в общем, посмотрим, как это будет. Главное, чтобы не назрел никакой творческий кризис, потому что очень-очень похоже. В связи со всеми ситуациями последними у меня как-то много энергии ушло. И очень мало творчества. Я искала, кстати, какую-нибудь художественную студию рядом, чтобы туда ходить. Но ничего не нашла подходящего. И вот вонгую, что может быть у меня такой непростой период. Но плавали знаем, поэтому разберемся. По таким делам житейским я ездила в Питер. Это было прекрасно. Ходила в Эрмитаж, купила себе два альбома. Один с Мане. Но я не буду записывать, наверное, на него альбом. Он такой довольно-таки традиционный, обычный. И я его взяла, потому что есть художники, которые просто должны быть в коллекции. Тем более, если это хороший альбом, качественный и купленный в Эрмитаже. А второй — это флористические эксперименты. Он меня очень вдохновил. Я сняла на него обзор. Он, кстати, получился длинный, потому что я там много рассуждаю на тему объектов, которые там есть. И я считаю, это очень классное видео. Поэтому, если не смотрели, тоже ссылочку оставлю. Welcome. Телевизор. Телевизор. Я стала смотреть телек, потому что, ну, у Анечки грех этого не делать. Он прям перед кроватью. И я купила даже флешку какую-то вообще за, не знаю, там, за 3 тысячи. Я похожу такая там по 700, по 800 рублей флешки. А в итоге взяла, короче, какую-то дорогущую. И теперь беру на нее киношки. Вот. Мультики с Дашен смотрим. Это, конечно, дикий кайф. Так я пересмотрела «Шпиона». Вот, также по телеку показывают разные фильмы. Канал ТВ-1000. То есть, у меня, наверное, 3 канала работают. Это ТВ-1000, Карусель и Дисней. Все. Вот. И давайте, ладно, сразу про киношку. Так получилось, что я практически всю сагу, эту сумеречную, пересмотрела. Это вообще забавно. Я лежала тупила. Я же в этом месяце много лежала и тупила, потому что никак не могла собраться. Уже ныла на эту тему. И очень хотела посмотреть именно финальную сцену. Мне она очень нравится, вот эти все драчки. Как там вообще все прекрасно. В общем, это, деградируем, деградируем. И еще у нас, кстати, классный был вечер с Дашен. Когда мы смотрели мультик «Букашки», я его обожаю. Это второй, который полнометражный мульт. Самый прикол, что я его смотрела не сначала. И увидев анонс, я говорю, Даш, давай закажем пиццу, будем смотреть мультик. И это было круто. Мы лежали, смотрели его. Он еще там вообще без озвучки. Такая красота. Ну, я имею в виду без речи. Только такие звуки, музыка. И это все так прекрасно, красиво. Короче, вот кто не смотрел «Букашек», вторых, вы многое потеряли. И с детьми, мне кажется, вообще смотреть огонь. Также досуг у нас был очень активный. Так как я тусила у бабули, я понимала, что работать не получится. Надо побольше проводить время вместе с Дашен. Мы встречались и с друзьями. Ходили в Андерсон, там всякие мастер-классы и прочее. Ходили несколько раз на каток. Дашен в этом году впервые встала на коньки. И ничего, знаете, так получала. Хотя она, конечно, ноет. Такая, у меня не получается. Начинает там реветь. Я говорю, Дашен, собралась. И один раз нам очень повезло. Какая-то добрая, прекрасная бабуля взяла под свое крыло Дашен и начала ее учить. А вы же знаете, дети чужих людей слушают лучше. И ответственнее к этому подходит. Короче, все сложилось. И вообще у нее начинает круто получаться. Надо будет попрактиковать на крытых коньках. По-моему, в авиапарке он есть. И, короче, знаю теперь, как проводить время еще с ребеночком. И также в плане физактивности Дашен. Вот мы ходим в про-танцы Север, как вы знаете. И я давно хотела ее отдать на гимнастику. Потому что, ну, она такие, конечно, тут павы делает. На руки там пытаются встать, на голове, на стену шпагат. Вот, короче, растяжка у нее хорошая. Это спасибо мне. Я говорила уже, что не только, так сказать, гендерное я передала. Но и вот какой-то гибкости, мягкости тела. Тоже у нее все есть. И, наконец-то, мы дошли до гимнастики. Ее похвалили. Сказали, что все вообще отлично. И я думаю, кстати, ей гимнастика больше подойдет, чем танцы. Потому что она такая, вот ей надо показывать свои какие-то достижения. Вот растяжки всякие, там мостики, что-то еще. То есть она прям любит повыпендриваться в этом плане. И вот именно гимнастика, мне кажется, больше ей подходит. Потому что танцы, это, знаете, такая групповая история. А у Дашен очень сильный такой личностный потенциал. Я не знаю, можно ли так сказать. Ей вот нужно себя именно показывать. И не в коллективе, а вот непосредственно абстрагировавшись от него. И поэтому будем ходить на эту гимнастику. Помещение, конечно, там в старом колледже телекоммуникации не очень. После про танцев мне как бы не заходит. Я поняла, что, конечно, если я плачу за какой-то сервис, я хочу, чтобы было все круто. Чтобы было все красиво. Нормальные туалеты, раздевалки, все прилично. И зона, где можно подождать ребенка, тоже нормально. Желательно, чтобы было еще рядом кафе. И кофе можно было купить. Но очень часто так бывает, что действительно классные педагоги и какие-то классные секции, они находятся не в самых опрятных и крутых местах. Надо просто принять. Ну и я просто вижу, что Дашен это нравится. Поэтому будем водить. Куда же деваться? Еще я в этом месяце поучаствовать решила в конкурсе в Инстаграм. Парусная академия разыгрывала сертификат на поездку на яхте на парусной. Я это очень люблю. Они такие, вот типа разыграю, все. Я такая поделилась, потому что, ну, я же это все дело люблю. И приходит сообщение, что я выиграла его. Я съездила, забрала сертификат. И, короче, блин, так классно. Это был очень клевый подарок. Мне, кстати, астрологиня еще рассказывала, что в марте будет какой-то подарок. И я такая ей пишу и говорю, Алиса, все это, все срослось. Теперь она меня просила написать отзыв в ее группе на странице какой-то. А я не могу теперь найти его. Надо написать. И вот как откроется навигация. Я поеду кататься. Может быть, даже что-нибудь сниму. Но до этого еще ждать и ждать. Хотя сейчас уже все сходит. Но это после мая. Также я, как вы поняли, много проводила времени в интернете. И я зависла на сайте Ля Редут. Как-то я лазила, смотрела всякие разные предметы мебели. Вспомнила про ширму в этом, в Достоевском, который питерские апартаменты. И она мне так понравилась. И, короче, я искала разные ширмы и наткнулась на Ля Редут. Я очень люблю этот сайт. Но там, конечно, цены не киевские, скажем так. Но там такие красивые дизайнерские вещи. И я поняла, что весь Достоевский оформлен Ля Редутом. И, конечно, можно прям вот собрать себе точно такой же интерьер. Короче, я просто зависла. И, наверное, расслабляла свою луну. Просто наслаждалась. Смотрела на всякие аксессуары. Думала, что бы мне купить. Думаю, Катя, что ты думаешь, если тебе как бы некуда ставить. И я вообще себе дала установку, чтобы ничего для дома я сейчас не покупала. Ну, потому что это нелогично. И как только я дала себе установку. Вот у меня садится батарея. Сейчас надо будет ее поменять. Я заказала себе напольную вешалку и органайзеры, чтобы у Анечки хранить свою одежду. Все. Все. Мы поменяли батарею. Короче, вешалку я заказала. И все у меня сейчас аккуратненько висит. Я достала коробки, в которых у меня была верхняя одежда. Потому что я понимаю, во-первых, Дошен нужна верхняя одежда. Надо же это поменять резину, так сказать, с зимы на лето. И эти коробки оказались вообще в самом низу. Я не знаю, чем я думала. Я, наверное, просто не думала, когда уже все складировала. Но потом я все достала, все нашла. Дошеновскую верхнюю одежду. И теперь счастлива, что у меня вот все висит. И я хотя бы знаю, какая у меня одежда есть. Потому что я ходила вообще как бомжара. Вот. Кстати, шоппинг у меня тоже был активный. Я в этом месяце делала несколько заказов в H&M. И вдохновила меня, конечно, Лена. Она показала мне офигительный черный такой комбинезон. Который просто похож на как удлиненный пиджак. То есть, если на тебя смотреть, ты как будто в пиджаке. Но там на самом деле такие шортики. И он вообще такой клевый. Я говорю, Лена просто. Она еще, Лена, похудела. Я-то поправила. 65 килограмм. Тут опять весело. Я испугалась. Но это что значит жить у бабули? Это значит постоянно есть, ничего не делать. Вот. Только разбираться с кошками и все. Вот. Но об этом тоже чуть попозже. И, короче, я смотрела. Я думала, блин, Лена, это просто идеальный мой шмот. То есть, у меня есть некоторые такие предметы гардероба. Которые такие вроде как классические. Но можно их и с кроссовками. И, ну, короче, вот они прям очень мне нравятся. Я обязательно потом как-нибудь покажу этот комбезик. Я его заказала. Но там был большой размер. И он был вообще один. Лена, как говорит, подпишись на уведомления. Потому что, бывает, отказываются. Вдруг появится. Он ко мне приехал. Этот пиджак еще и параллельно заказала. Там всякие худи. Штаны спортивные. Эти джогеры. И пара футболок. Носки. Короче, вот такую. Дошен там, естественно, всякие лосинки и платья с Эльзой. Она же их любит. Вот. Этот комбинезон, с которого все началось. Он, конечно, мне был великоват. В плечах нормально. Потому что у меня плечи, как бы, ну, такие нормальные. Гребля дает о себе знать в детстве. И я думала, ушью. С учетом того, что он шел по скидке, знаете, там, по-моему, за 750 рублей. Я такая, оставлю его. И потом, через пару дней, приходит мне уведомление, что появился размер поменьше. Я его взяла, и он приезжает, и он офигительный. Просто я такая, класс. В общем, я очень довольна в плане покупок своих. Обязательно все покажу. Вообще, надо будет как-нибудь гардероб, свою ревизию, так сказать, вам продемонстрировать. Потому что я же давно занималась этой темой. Читала книги умные. Смотрела всякие ролики по поводу вот стиля. Что вообще я хочу на себе видеть. И это не прошло мимо. Вот я себе, кстати, халатик тоже купила. Потому что хотелось. Новенький халатик. И все сложилось. Короче, да. Надо снять. Надо снять. Что еще у меня было? Мой прекрасный списочек. Я продолжала разгребать вещи. Минус 365 я думала, что я не смогу его как-то продолжать. Нифига. Еще круче стало. Потому что я вот вытащила коробки с одеждой. И то, что я во время переезда думала, как бы, нет, это мне пригодится. Сейчас я понимаю, что нет, от каких-то вещей надо избавляться. И я очень довольна. Плюс я очень много вещей отвезла родственникам. Точнее, не отвезла, а отправила по почте. Там 7,5 килограмм вышла вообще отличнейшей одежды. И все были довольны. И я порадовалась тоже, что сделала доброе дело. И освободила вещи. Причем я у бабули тоже свои вещи разбирала. Они же там все равно есть. Их все равно надо будет рано или поздно забрать. Короче, все складывалось в плане моего расхламления. Так. Я уже рассказывала, что мы ездили к Лене. Да. Ну, собственно, я про комбинезон сказала. Вот у меня все запуталось. Надо было хронологию нормально выстроить. Короче, ездили к Лене в Электрогорск вместе с Дашен. Очень круто тусили. Девки играли. Мы тоже играли и в Уна, и в Клуэда, или Клюдо, как его кто называет. Смотрели, пытались точнее Гарри Поттера. Потом на завтрак вкусные блины. Короче, все отлично. И электричка с Дашен это супер. Потому что Дашен на нее садится и сразу засыпает. Это вообще был огненно. Я просто сижу, наушнички, музычка, в окошко смотрю. И все замечательно. Так, что еще? По поводу глаз тут хотела сказать. Короче, меня задолбало вообще, что я плохо вижу. Я ношу контактные линзы, у меня где-то минус 3. И я открыла себе счет накопительный, куда буду складировать на коррекцию зрения. Потому что поняла, что хочется нормально видеть. Я тут думала заказать очки себе, потому что вечером часто, когда линзы уже сниму, бац, что-то надо. У меня есть очки, но они там на минус полтора вообще древние. И в них уже не особо видно. И бывает так, что у меня еще была аллергия какая-то на глазах вообще жесткая. Линзы лучше не носить, а я ничего не вижу, а очков у меня нет. И потом я думаю такая, что я сейчас буду себе тратить там 1015 на эти очки, когда я лучше могу эту пятнашку отложить и потихонечку копить на коррекцию зрения. Короче, вот такие вот у меня обновленные планы. То есть не знаю, в этом году получится или нет, но очень хочу. Кстати, если есть опыт коррекции, расскажите, где делали и вообще как. Потому что у меня есть несколько человек, которые делали, ну, мне кажется, вообще лет 5 назад эту всю историю. Но там все было успешно, все хорошо. И сказала уже я про то, что я поправилась у бабули незаметно. Ну, и всякие, знаете, свитшоты и джогеры, оверсайз, они в какой-то момент могут перестать быть оверсайз. Значит, надо что-то менять. И я считала калории одно время. Мне очень понравилась эта история, потому что я пересмотрела свое питание. Оно стало более сбалансированным. Там стало больше овощей. Стало правильно добавлять, так сказать, белок в свою жизнь. Потому что я не могу без мяса. Если я перестаю есть, я начинаю хотеть сладкое, какие-то постоянно перекусы. То есть я вечно голодная. И плюс я еще такой человек, который, в принципе, ну, как бы без перекусов нормально живет. Мне просто нужно вот поесть нормально, добротно, хорошо. Получить от этого удовольствие. И дальше уже заниматься своими делами, носиться и, короче, все успевать. И вспоминая, опять же, свои планы на год, я хотела внедрить голодание в свою жизнь. Я это практиковала. Это было очень круто. И тут опять удивляюсь, насколько мир вот все складывает. И насколько правильное было мое вот это действие составить список конкретной цели и записать видео. Потому что я очень ответственно к этому подошла. И тем более, когда ты рассказываешь еще кому-то, там вот на камеру записываешь, это все по-другому идет. Это какое-то все, вы знаете, энергией какой-то наполняется. Прям такой очень четкий запрос получается во вселенную. И я все чаще и чаще стала информацию по поводу интервального голодания получать. И последним таким пинком стал опыт Лены моей, которая начала ходить в зал заниматься. Ей вот порекомендовал тренер интервальное голодание. И она его практиковала. И вообще в восторге. Говорит, что эта система вообще отличная. И я решила попробовать. Я уже неделю питаюсь вот по этой системе. Это не диета, это именно система питания. Я понимаю, что она мне очень, конечно, подходит. Потому что какая-то легкость такая сразу появилась. И вот моему желудку, кишечнику надо, видимо, давать отдыхать от еды. Потому что я, в принципе, люблю-то пожрать. И люблю тоже себя и ограничивать. И мне кажется, вот эта вот система, сколько там, 16 на 8, она вообще очень крутая. И в тот период, когда я увлекалась там сыроедением, вот этим вот всем викторианством, я очень много читала по поводу голодания. Я знаю, как это полезно, потому что я и голодала там больше 36 часов, сколько там, уже не помню. И это реально очень круто сказывалось на вот физическом состоянии. Но я думала, что надо голодать там минимум сутки, чтобы как-то вот ощутить этот процесс. А нифига, оказывается, вот эти 16 часов, они тоже очень-очень хорошо влияют на организм. У меня стала лучше кожа. Я реально стала легче себя ощущать. И, короче, у меня какой-то такой приятный шок. С счёт того, что питание моё также там сбалансировано. Я там и овощи, и мясо, и крупы какие-то, киноа вот себе купила, надо приготовить. Короче, вот расскажу, потом поделюсь своим опытом. Уже, естественно, от трёх килограмм избавилась. Но вообще, когда вес не ваш, он быстро уходит. Но у меня тут даже не стоит какая-то такая история, опять же, точить как-то свою фигуру. Хотя хочу тренировочки. Хочу спорта. Беговой дорожки у меня сейчас нет. На улице бегать я как-то не могу себя заставить. Вот, обленилась, потому что привыкла на дорожке бегать. А теперь не могу на улицу выпласть. Короче, вот теперь интервально голодаю. И хочу сказать, что не голодаю. Если вы думаете о том, что, типа, постоянный жор, нифига. Первый вечер было тяжело, потому что желудок такой, типа, ты чё, дай мне еды. Потом вообще, я теперь просто не хочу есть. Ну, то есть, как появляется там, да, так вот пообедаю. А потом у меня такой ранний-ранний ужин. Ну, завтрак тоже там есть, я уже не помню. Как, короче, по-разному получается. Но вот у меня вообще нет какого-то желания вот прям пожрать что-то. И это очень круто, очень приятно. И последнее, что я решила сделать, это побаловать себя, сходить в солярий. Я собиралась сходить в солярий, я не знаю, недели, наверное, две. Я помню, что это всегда поднимало мне настроение. Тем более, в такой период, когда вроде весна начинается, солнышка всё равно нету. То есть, оно вроде было, а потом исчезло. И я всё никак не могла пройти мимо него. То есть, мы там с Дашен идём или без Дашен. А тут мы ходим в протанцы, и рядом есть очень хороший салон красоты. Я думаю, ну, у них-то должен быть солярий. И он у них есть. И это, конечно, фантастика, когда всего за, там, я знаю, 350 рублей, 5 минут, и ты вообще чувствуешь себя принцессой. И сразу, вот я вообще сколько там, ну, 4, по-моему, я взяла минуты, потому что лучше не догореть. Ну, вот, плюс там всякие кремики. Вот когда ещё себя всё обмажешь в красивой мраморной такой комнате с прекрасной раковиной, вообще там столько всяких красивых штук. И вот даже посвежела. Я сегодня стою с утра и понимаю, что у меня более ровный цвет лица, и это кайф. Да. Ещё я записала недавно свой этот список моих фаворитов за последние месяцы. Я решила свои вот эти вот покупочки отдельно таким пунктом попробовать вынести, потому что, ну, я считаю, своими покупками надо делиться. Это как отзывы и вообще напоминать, может быть, о каких-то штуках, вещах, которые нужны, но про которые вы забыли. Я сама вот часто вспоминаю, например, про увлажнитель воздуха, что это на самом деле незаменимая вещь. Вот, поэтому попробую смонтировать, показать вам всё и рассказать. Вот, также была вторая попытка iHerb записать, что я там прикупила. И как-то, мне кажется, я половину забыла, что я там приобрела. Но что-то вроде записала и про коллаген рассказывала там, который я начала пить. И типа, ну, не знаю, не пойму, есть какой-то эффект или нет, потому что всё-таки надо там пропить всю банку. Вот, но скажу, что поясница-то у меня нормально себя чувствовала в связи со всем этим переездом. И потом я вспомнила, я уже не сказала это в видосе, про то, что недавно обнаружила у себя чёлку. Такие у меня тут волосики. Я такая, что это вообще у меня что-то новое пошло. Короче, у меня был такой лёгкий шок. Вот, и я такая подумала, а может быть, это коллаген? Ну, вот, потому что наоборот, такой стрессняк, я должна лысить. Вот, ну, не знаю, как пойдёт. Короче, вот такой вот был странный месяц. Если честно, я очень рада, что он закончился. Мне очень хочется начать новый, знаете, новую жизнь с понедельника. И сделать его каким-то более, что ли, продуктивным, в более каком-то таком стабильном состоянии. Потому что мне, конечно, в некоторых пунктах стабильность нужна. Я лучше себя в ней ощущаю. Вот, поэтому будем стараться. Но, как я и говорила в начале видоса, я не очень хорошо себя чувствую. Толзинггол... Блин, я не помню, как он называется. Короче, уже пью. Башка раскалывается. Температуры вроде нет. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Только вот у меня... Ау, простите, я взяла попить. Потому что у меня как-то горло всё-таки непонятно себя ведёт. В общем, такой март. Ну что, вступаем мы в весну такую уже конкретную, тёпленькую, сухую. Я открыла сезон на самокате, кстати. Всё, уже катаюсь. Это, конечно, кайф. Теперь ребёнка в сад отводить занимает намного меньше времени. И с ветерком очень-очень классно. Рассказывайте, какие успехи были у вас. Были ли вы в спячке или нет. Вообще, мне очень нравится проводить такие параллели. Потому что всё-таки, знаете, какие-то общие тенденции, они вот там вот с неба спускаются. И у очень многих людей со мной сходятся какие-то мысли, какие-то эмоциональные состояния. И это как-то радует. Какие-то такие объединяющие вещи, знаете, как-то согревают. Поэтому, если у вас было что-то похожее на моё такое непонятное состояние, вообще, правда, месяц какой-то был непонятный. И, опять же, я очень рада, что подвожу итоги, чтобы вообще понимать, что происходило. Потому что, как всегда, всё забывается. А на самом деле движета было много. И было много радостных, прекрасных моментов. Было и очень много удовлетворения от рабочей деятельности. Хотя вот сейчас я сижу и ругаю себя, что я, типа, как бы ничего не делала. И процессы, как мне кажется, стоят. А на самом деле-то нет. Всё идёт. Вот. Просто иногда это правда как-то не замечается. Видимо, наверное, потому что весьма обыденным уже для меня стало. Наверное, поэтому и хочется чего-то новенького. Да. Короче, если у вас тоже есть желание что-то новое в свою жизнь вдохнуть, пишите, какие у вас мысли, потому что у меня ничего. Думала по поводу образования. Может быть, поучиться где-то ещё. Но не знаю куда. Вот. Но, опять же, как вы знаете, запрос отправлен. Поэтому всё придёт, всё будет. Ну, а на этом всё. Пойду ещё полечу чуть-чуть своё горло. Попрызгаю его чем-нибудь, там попью. Вот. И буду вливаться уже в рабочие свои процессы. Всё. Пока.